Свыше тысячи человек пришло не только посмотреть на товарищеский матч, но и насладиться зимними забавами, которых в этот день было много, на любой вкус. Лыжная эстафета, катание с горок, выступления профессиональных фигуристов. Сборная главы района приехала в гости не с пустыми руками. По миссии русской традиции мы приехали не с пустыми руками, мы привезли вам новые ворота профессиональные. Я думаю, здесь осталось, что в нашем матче будет радоваться от нас. Ворота, конечно, заколдовывает, а страна побить невозможно. До товарищеского матча остаются считанные минуты. Команды знакомятся друг с другом, капитаны вбрасывают шайбу. Армада сразу же начинает атаковать ворота соперника. Защита хоккейного клуба «Старый городок» растерялась и упустила первую шайбу. Ее забил капитан команды Андрей Иванов. После пропущенной шайбы нападающие «Старого городка» заметно активизировались, но защиту Армады продавить не смогли. Первый период закончился со счетом 3-0 в пользу сборной Одинцовского района. Только что закончился первый период товарищеского матча сборной главы района и сборной сельского поселения Никольска. Команда главы показала слаженную игру. Что будет дальше, узнаем совсем скоро. В первые минуты второго периода защита Армады расслабилась и пропустила первую шайбу. Те, кто болел за сборную Никольского, не скрывали своих эмоций. Команда главы района быстро перехватила инициативу, укрепила свои позиции и забила еще несколько шайб. Соперники тоже не спешили сдаваться. Атаки на ворота Армады вновь участились. Команда очень мастеровитая. То есть видно, что люди занимались всю жизнь. Мы все-таки команда такая. Мы играли только на улице у себя. К сожалению, никаких спортшколов не занимались. Поэтому разница в мастерстве сказывается. Хоккейный клуб «Старый городок» до последнего показывал отличную игру. Но сборная главы Одинцовского района оказалась сильнее. Матч закончился со счетом 4-8 в пользу Армады. Сегодня мы отвечаем на вызов капитана команды Максима, который дозвонился мне в прямой эфир и, можно сказать, на весь Одинцовский район бросил перчатку и вызвал нас на дуэль. Мы продолжаем наши традиционные матчи в поселениях. Тем самым пытаемся популяризовать хоккей своим личным примером, показать и молодежи, и подрастающему поколению, и взрослым. И, конечно, чиновникам о том, что нужно в выходные дни выходить в лес на спортивные площадки, заниматься спортом. Прививаем любовь к этому виду спорта, к командному именно, к хоккею. И дальше будем ездить по поселениям именно с такой миссией. В этот день болельщикам удалось понаблюдать за красивой и динамичной игрой обеих команд. Фанаты старого городка до последнего верили в победу своих хоккеистов. А у болельщиков армады, помимо веры, была еще и уверенность в том, что сборная главы победит, и интуиция их не подвела. Сегодняшнее мероприятие шикарное. Болеем за команду старого городка. Но пока удача немножечко не на нашей стороне, но, я думаю, еще немножко, еще чуть-чуть. И мы все-таки хотя бы сравняем счет. Я надеюсь, что скоро у нас все будет хорошо, и мы выиграем. Хотя и мы бросили вызов, но все равно мы выиграем. Конечно, общественная палата не смогла обойти стороной это мероприятие посетить. Даже с детьми со своими мы пришли поболеть за команды. Всем желаем удачи. Ну, сейчас выбилась вперед команда Одинцовского района главы, за что мы тоже очень рады. Несмотря на то, что во время игры разгорались нешуточные страсти, победила дружба, уверены организаторы мероприятия. Поклонники хоккея надеются, что проведение таких товарищеских матчей станет доброй традицией. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.